Всем привет, дорогие друзья! Как всегда, мы с вами в прямом эфире. Вы меня слышите, да или нет, буду очень рада за обратный лайк. У нас сегодня, как всегда, у нас супер-супер будут гости в эфире, как всегда они есть. И сегодня у нас будет Наталья Жишко, она же Наталья Дитова. Она расскажет вам и поделится, как же она стала известной и как мы помогли Наталье быть и стать известной. Но только благодаря Наталье Наталье Дитове. Так вот, сегодня Наталья будет у нас в эфире, мы, Наталью, знаем. Как вы знаете, конкурсом нашим уже около семи лет. И даже больше. И Наталья уже с нами на протяжении всего этого времени она членов жилья наших конкурсов, а как она стала членом жюри конкурса, конкурсов, как она пошла вверх по стареньке, по развитию, она в принципе сегодня расскажет. Наталья, я вас вижу, я вам сделала большой привет. Попробуйте нам добавиться. Попробуйте нам добавиться, и я буду вас присоединить. Друзья, вы меня слышите? Если вы меня слышите, я буду рада за... А то, не знаю... Да, спасибо, пошли лайки, потому что наушники такие сверх чудотворные, что иногда себя и не слышно. Спасибо. Друзья, ну а вы берите ручку, тетрадку, записывайте адрес и записывайте все вопросы, которые мы будем поднимать в ее время, чтобы вам это будет интересно. Много из вас художников и сейчас с нами Наталья Жишко о нашей псевдонимедели, по которым этим именем она выставляет в своей картине. Будет нет запросов. Наталья, вам не нужно отправить запрос, найдите вниз, как присоединяйте к эфиру, отправьте запрос, и я вас в принципе в месяц. Надеюсь, Наталья разберется с таким инстаграмом. Друзья, ну а если у вас есть вопросы, пишите, и мы будем на них отвечать. Я напомню вам у нас, что у нас прошел большой фестиваль в Лондоне в 2024 году и у нас было две локации в этом году, друзья, у нас приехали в 25 стран. Повторю, что мы могли приехать больше участников в этом году, так как время попало на каникулы на август месяц и все успели к сожалению сделать убийцу, к сожалению. Но и мы все относились к этому серьезному ходу. И по ней помогает в этом, дает тайн квалифицированных специалистов и вытеку от Натальи его ослежат. И так друзья встречаются. Сейчас реперия Максим Лен из Украины. Она поделится огромными секретами своего роста. Итак, ура! Наталья! Вы меня слышите? Все. слава Богу, что слышно, что все получилось, да? И у нас есть... Меня видно хорошо? Отлично. Отлично. Я вас тоже вижу хорошо, значит, наши зрители тоже видят. Друзья, Наталья Жириско, Наталья Дзидов. Наталья, как вас правильно представлять? Скажите, все равно у нас, когда мы здесь... Так, немножко плохо вас слышно. Вы говорите немного медленнее, потому что связь почему-то у меня немного начинает... Я говорила. Как вы надобно пересылайте, пожалуйста, с этой неправильно. Друзья, напишите, как слышно Наталью. Наталья, представьтесь, пожалуйста, все ваши регалии, чтобы я не ошиблась. Не ошиблась. Ну, я участвую в Golden Time. Я выберу вам я в 70-е в Golden Time я выберу в 70-е в 80-е 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 Наталья, одну секунду я вас перебью. Пишут нам, что звук не очень от вас. Возможно, немножко встать дальше. Может быть, попробуйте немножко отодвинуться и попробуйте говорить. Надо, уже слышно, уже лучше. Вот так. Отлично. Все, начинайте сначала свое представление, потому что было плохо слышно. Сейчас отлично. Так, член жюри Golden Time Talent. Благодаря вам, спасибо за доверие, огромное, для меня это большой бонус и большой плюс. Член международного конкурса Института Турции Ему тоже большое спасибо за доверие. Член Фриду Художника в Украине в Киеве поступила. Для меня тоже это бонус такой. И как аквалерист я член клуба Я сапал. Окей. Так, Так. Член клуба как бы института аквалерист от Японии. Вот то, что я за эти годы смогла добиться. Браво, браво. Очень молодец. Это 19-й 20-й год действительно. Мы за вами наблюдали в начале вашей карьеры и наблюдаем сейчас. Наталья, мне очень приятно смотреть за тем, что вы не останавливаетесь как многие наши художники, что вы работаете каждый день, пишите свои и картины становятся все лучше, лучше и лучше. Уже интересно смотреть, вы уже приедете в канал, где вы показываете, как вы пишете свои картины. И вы знаете, это очень отлично, занимательно и очень поучительно, интересно за этим наблюдать. И вы знаете, очень успокаивает, когда я смотрю, как вы берете в руки свои краски, карандаши и вы делаете творите чудо. Мне очень нравится ваша картина с пленами, с животными, как вы это все преподаете, так что здорово. Благодарю. Знаете, в самом деле очень прекрасная идея получилась. Я выставляю алан, неслышно, как ютуб, так и ну, кстати, хочу сказать, тикток и ютуб, почему-то заход картин по-разному. Какая-то картина больше нравится на ютубе, какая-то картина больше нравится на тиктоке. У меня где-то есть где-то 12 тысяч просмотров, где-то 5 тысяч просмотров, где-то и кстати, хочу подсказать участникам и художникам это прекрасная возможность найти своих покупателей, найти своих поклонников. У меня очень много заказов было через тикток и через ютуб. Это в основном за границей, то есть это Испания, Италия, Прибалтика, Германия, вот, и Украина тоже очень много. Простите, я немного кашляю, так что если я буду немного отворачиваться, то это очень хорошая получительная история. Не нужно просто останавливаться, нужно искать свои площадки, Facebook, отлично, Instagram, отлично, хотела бы порекомендовать еще такая же прекрасная площадка, наверное, стать и завести обязательно для каждого художника, это как ваша визитная карточка. Еще такой нюанс маленький, вы знаете, я когда приехала первый раз с выставкой в Польшу, в галерею частную, и меня спросили, а как у вас нет своего каталога? Вот такой маленький нюанс, но он очень хорошо характеризирует художника, поэтому я по приезду сразу сделала каталог Инесса, помните, я вам высылала один из первых моих каталогов. Спасибо, у меня ваша картина до сих пор висит в кабинете, она осталась в Украине, да, с войной мы переехали полностью в Великобританию, я скучаю за этой картиной и за этим каталогом, я очень прошу, чтобы мне его передали Великобританию, чтобы я здесь показывала, так что спасибо вам за отличные кейсы, смешем дальше. Да, посмотрите, еще один очень здорово помогающий нюанс, я бы предложила сделать визитки со своим сайтом, ну, с указанием телефона сайта, это, кстати, помогает как бы в общении, когда вы даете у вас есть визитка, когда у вас есть ссылка на ваш сайт, это отлично, плюс не всегда удобно показывать ваши фотографии с телефона, это не все как бы будут смотреть, у кого-то зрение, у кого-то еще что-то, а вот маленькие распечатанные фотографии ваших работ, которые вы считаете более удачными, что бы вы хотели предложить, вот, это было бы замечательно, людям это нравится, говорю это по личному общению. Наталья, а скажите мне, вот, как все-таки вы решились пойти участвовать в конкурсе, я знаю, что все-таки, ну, у нас есть сейчас много людей, которые достаточно уже в осознанном будете принимать участие в конкурсе, да, но дети, это понятно, помогают родителям, важны эти шаги, как вы пришли к этому, при том, что вы нам поверили, мы были еще совсем молодые, довольно, и нам очень приятно, что вы поверили, приняли участие, и это вам был большой, большой стакт вперед. Я, я вам говорю, смотри, я начала рисовать осенью только в 2017, а потом у меня были какие-то, допустим, выставки, да, допустим, ну, я дальше не знала, куда двигаться, и тут, как она небесная, первая была, это выставка в Турции, ну, как бы, такой онлайн вариант, вот, и перед Новым годом я случайно увидела ваше, ваше предложение, вот, тогда еще был фильм, да, фильм, да, по-моему, мы с ним, Дима, я позвонила, я говорю, я не знаю, или в моей, да, конечно, мне, во-первых, было очень приятно, то, что вот как-то он так располагающий ко мне отнесся, он мне помог тогда оформить, как бы, правильно заполнить документы, вот, и я вот, как новогодний подарок, я не помню, мне, по-моему, кто-то позвонил, это было 1 января, вот, и я подала заявку, я не ожидала никакого результата, потому что, ну, как, я не считала, что мои работы какого-то высокого уровня, вот, я просто знала, что хочу двигаться дальше, и поэтому решила попробовать, была приятно удивлена, реально. это правда, вы сразили очень многих членов жюри, и многие члены жюри даже пообещали вам сделать персональную выставку в Италии, в ЮНЕСКО, и они действительно вас заметили, да, там не получилось, потому что были карантины, как раз мы учились, но, вот, с этого момента, я думаю, вы поверили в себя, вот, скажите, приятно, когда вас оценили, да, вот, члены жюри, заметили, и дали вам вот как светлый путь, светлую дорогу в жизни, и вы начали еще больше рисовать, рисовать, рисовать. Я ехала на шутки, мне, по-моему, сначала пришло машина, потом ссылка, она вот, а потом мне позвонил кто-то из ваших операторов, сказал, посмотрите видео, это там на какой-то минуте, там о вас, я открываю видео, выхожу с маршрутки, я просто осолднела от такого, я не ожидала такого, честно, это было очень приятно, то есть для меня это был просто высший уровень, серьезно, для меня это, понимаете, еще такой нюанс получился, я когда начала, приняла участие во первом конкурсе, потом, там и здесь, как бы, так все относились, как бы, ну, там, ну, что ты там такого, там, ну, что ты этим добьешься, какие-то конкурсы, но вот когда начались какие-то уже продвижения, тем более, а вот когда еще я стала и студией, то есть оценивать работу, почему-то люди уже начали относиться к этому по-другому, в общем, особенно я вам еще скажу, что Наталья у нас военная, кроме того, так что, Наталья, спасибо вам, Мфе и Родиаку, еще вы захищаете Баткевщину, Украину, что вам не вкинет мель, не запоминаетесь противятыми своими картинами, Мфе и Родиаку, а не в Сене Украине. Еще мне очень приятно, что действительно вас пригласили в члены жилья, мы не могли не пригласить, потому что вы действительно очень талантливы, очень талантливый художник и приятный, приятный человек. Скажите мне, вот вы стали членом жюри британского конкурса, и вам приходит работа, да, что бы вы могли вот сказать людям по поводу работы, да, я понимаю, что из-за этики мы не можем говорить, там, что человек рисует не очень хорошо. Хорошо, а если, я вот, когда мы подбиваем итоги, вы же не знаете, какие оценки ставит, допустим, США, вы не знаете, какие ставят оценки в других странах члены жюри, но когда мы смотрим очень суперно, когда все получают одинаковые оценки, 9-10 баллов, да, но когда, получу, один художник, член жюри нравится ему, как рисует абстракцию, допустим, да, а вот другой не совсем любит абстракцию, вот что бы вы могли посоветовать, если вот даже участник получит, он довольно-таки хорош, но он получает не совсем хорошую оценку, вот опускаете ему руки или все-таки еще раз попробовать принять участие и попасть на тех членов жюри, которые оценят его по-достоинству. Я точно так же как все участники этого конкурса побывала на их месте, точно, я точно так же переждавала и ждала, а, когда, когда будет 50-60, когда будет дрансфи, когда будет первое место, потому что вначале у меня тоже было такое третье, второе место, потом только первое, ну, это, это скин для того, чтобы работать, оценить работу, да, каждый может оценивать со своей точки зрения, ну, наверное, с точки зрения того профессионализма или точки зрения чем, чему он больше отдает предпочтение, скажем, абстракции, реализму, гипреализму, вот что-то в таком плане, декоративному искусству. И, вы знаете, когда просматриваешь работы, я обращаю внимание на то, что возраст это раз, то есть есть очень, очень-очень талантливые молодые художники, но я смотрю, что есть люди такого возраста и старше, как я, которые тоже только вот начали рисовать и как бы им тоже хочется подстегнуть и дать какую-то надежду, что не надо останавливаться. Я всегда, когда делаю обзор, всегда говорю, что не останавливайтесь, работайте, это всегда, обычно всегда срабатывает, то есть я живой пример, вы видите. Иногда очень, очень элидно, потому что, ну как бы я вижу, что есть маленькие в этом деле, ну вот какие-то нюансы, видно, что где-то взрослая рука, но я понимаю, что хотят как бы, ну вот когда чисто вот такие детские, чистые работы, они смотрятся намного-намного интереснее и намного чище. Это намного, ну как бы, намного приятнее, честно вам говорю. Очень приятно, что много профессионалов начало принимать участие и значительно расширилась география конкурса, то есть очень много стран присоединилось новых. Здорово. Я смотрю, что то есть конкурс развивается, он пользуется авторитетом, спросом, это прекрасно. очень бы хотели вас видеть на фестивале в 24-м году, который прошел мега-масштабно, приехали в этом году в 20-м стране и хотели бы вас видеть, конечно, на выставку. Да, так что собирайтесь на следующий год, в 25-м году. Я понимаю, будет, может быть, сложно выехать, так как вы военные, но если вы будете нести и поддерживать украинских художников на выставку, я думаю, у вас получится это сделать и приехать. Выставка будет 7-го числа и 8-го июня. Так что мы вас чекаем в члене жюри. Дорой. В календарике поставьте себе уже что. Забивайте эту дату. Может, есть вопросы какие-то? Я хочу, ну, в принципе, я могу ответить, это не проблема. Так, да, мы сейчас почитаем по вопросу. Наталья, скажите мне, а как сделать так, чтобы о вас, вот поделитесь такими кейсами, чтобы о вас писали статьи. Вот художники выступают, ну, принимают участие в выставках, они приехали в Лондон, о них узнали, но они как-то слабо ведут свои социальные сети, они как-то не сотрудничают со СМИ, чтобы они бесплатно написали статьи, они не показывают, вот даже, когда было награждение, немногие выходят с флагами своей страны, потому что потом на фотографии не видно, какую страну ты представлял, о чем это речь. Я всех просила, друзья, берите в планху, что все, когда будут вас сфотографировать, чтобы уже было понятно, что вы поддерживали 25 стран, как и за страну, хотя участников 71 страна сейчас, друзья, между прочим. Между прочим, очень хорошая поддержка была у Казахстана, они даже привезли с собой телевидение из Казахстана, и было большое отомнение из Казахстана, они все очень-очень талантливые, потому что поддержка идет от государства. Это же история, они меня пригласили, я принимала участие в них в конкурсе, они демонстрировали мою работу, у них там было это видео сделано, то есть большая такая, я не смогла тогда поехать, то есть тоже такая у нас тогда ситуация была, но было очень приятно, что меня тогда они отметили, я до сих поддерживаю отношения, то есть это приятное общение. По поводу СМИ, смотрите, у меня это все началось с первой выставки, которая, поскольку я военнослужащая, первая выставка была, это все как бы началось с военной прессы, но потом все перешло, следующая выставка была у меня в галерее 21 век от Шиклинеца, и дальше меня пригласили на телевидение, а потом я уже как бы просто уже ну газеты, телевидение, это уже как бы такая привычная система, но никогда не стоит сбрасывать со счетов ведение своих сайтов и ведение Facebook, Instagram, это очень важно. Свой сайт нужно пополнять работами, не забывать, потому что если вы даете ссылку на свой сайт, значит, там должны быть обновленные, свежие работы, работы должны быть хорошего качества и как бы к ним должны отречать со всеми остальными такими подписьами. Ну общение это здорово, кроме того есть много галерей, которые предлагают выставки или где вы можете показать свои работы. Это как выставки онлайн, так и выставки вживую, и то, и то принесет вам свой результат, то есть вас заметят, это очень здорово, нельзя игнорировать, нужно участвовать везде. Я участвую во многих выставках, во многих онлайн-проектах. Вот Япония, я, как я туда попала, я точно так же через Инстаграм попала, вот, и я не жалею, потому что для меня это тоже опыт, там было не так много словами, скажем так, и мне посчастливилось побывать, ну, как бы мои работы там побывали на выставке, для меня это просто тоже плюс большой, я считаю. потому что акварель там на высоком уровне развита. Вот. Галерея есть в каждом городе. Я предлагаю делать участие в публичных, ну, в конкурных выставках. тоже. А можно вопрос, вы в галерею присылаете копии работ или оригиналы работ? в галерею в галерею присылаю оригиналы. В Киеве галерея глобус, вы же знаете, там представлены работы. Работы были и сейчас находятся в Киеве, они брали выставку, там выставочный зал, где тоже представлены мои работы. Вот. Галерея моды мне предложила тоже принять участие в своих выставках, они подрали работу. То есть, ну, как бы, вот так, ну, нельзя собаку на одной месте и просто подлезать и там вода не течет. Мне очень спасибо, Наталья, мне очень понравилось то, что вы сказали, что ваши работы есть и в ТикТоке, так? И зачем вам социальные сети? Ну, в принципе, зачем? Вот, для всех участников ответки? Ну, во-первых, я начинала с Инфрограмм, с Фейсбука, там есть много групп, где я представляю свою работу. Это свое родо, как бы, тоже стимул работать и показывать новую работу. Здесь просто чисто вот есть какая-то позитивная, недоступная общение, приятное, неприятное, но это какое. Но главное, когда есть стимул работать. Это здорово. Я считаю, что вот это стимулирует свою работу. ТикТок тоже много общения, потому что люди добавляются, люди пишут какие-то комментарии. Это тоже приятно. Супер. Тут и читающие вопросы. Смотрите, друзья, перед тем, как прочитать вопросы к вам, Наталья, вот все тайно, потому что никто бы Наталью не знал, это бесплатная ваша площадка художников, артистов, неважно, каждого артиста, где вы можете сами бесплатно выставлять свои продукты, то, что вы творите, себя презентовать, то, что вы поете, танцуете, рисуете, пишете картины, простите, и там же вы можете показать, как процесс, так как вы показываете, как вы пишете свои картины, очень увлекательно, туда же вы сказали, что после этого вам пришли уже кто покупатель, вы начали себя уже монетизировать, там же в социальные сети приходят к вам и СМИ, они уже черпают, они видят, кто вы, что вы делаете, и вы пишете о своих заслугах, о своих наградах, что вы из Украины, вы участвовали в британском конкурсе, я помню, вы были, то, что вы через жюри британского конкурса и так далее, все эти регалии, друзья, и, конечно, СМИ, очень интересно вас написать, потому что СМИ, как всегда у нас будет еще встреча с пиарщиками, они как бы золотые люди, если вы думаете, что у них очень много информации, нет, они ищут, чтобы взять и интересно написать, так вот, Наталья, военнослужащая, да, Наталья художник, да, у нее огромный опыт уже, да, видно, что она творит, и вот, конечно, они начинают писать СМИ, но кто бы знал, Наталья, не знали бы, да, не хочу, если бы вы не видели свои социальные сети, вот, огромное вам за это спасибо, это что вы тоже делитесь, в принципе, своими лайфхаками, так, зрение у меня не важно, сейчас я буду читать, простите, быть может, так, можно, давайте, читайте, книжка галерея, книжка галерея, пожалуйста, глобус, книжка галерея, моди, то есть, для тех, кто находится в Киеве, это не проблема, туда обратиться, я думаю, можно найти телефон, это не, то есть, как бы, не проблема вообще, Кроме того, я бы посоветовала вам галерея с зодзем, которая отмазит, с зодзем, и, знаете, кинтерест, это тоже площадка, где, как можно сказать, все воплощают свои идеи, которые какие-то, ну, уже как-то, вот иные, и там, кстати, тоже очень много таких, ну, ценителей искусства, там очень много художников, очень много интересных работ, очень много есть с кем пообщаться, и я встречаю, и, как бы, мы уже подписаны друг на друга, художников, которые, более-менее как-то есть социуми, которые выставляют свои работы, они почти, как бы, на всех площадках есть. Точно так же я нашла художников, которые научаются в галерее с зодзем, в галерее от манжер, это, ну, как бы, здорово. Ой, спасибо, друзья, такой информации с нами еще никто не делился, так что, браво вам, Наталья, что вы поделились такой важной, важной информацией, да, и, между прочим, друзья, если смотрят нас Казахстан или другие страны, вы тоже можете присылать, и делать себе резюме, да, и в Украину также можете присылать свои картины на выставке. Это в Киев, в основном, эти галереи там немного безопасны, так что, welcome. Смотрите, вот у меня еще есть такой маленький, как бы, лайфхак, мои картины проходят, у нас есть модельное агентство Степанель, и уже лет, наверное, пять я с ними сотрудничаю. Вот когда в галерее проходит, у них проходит показ в агентстве, девочки носят мои картины, это тоже своего рода очень хорошая реклама, как бы, то есть меня уже знают как художника, мы сотрудничаем много лет, и это здорово. Для меня это приятно, для них тоже. Вот недавно я была студией, то есть оценивала конкурс, то есть девочки там на лучшую вице-мист и как бы на лучшую с такого плана. Ну, это тоже очень приятно. Супер. Да, обязательно напишем, мы напишем и на сайте, а здесь под нашим видео, Наталья, если можно будет, после сохранения этого видео, чтобы люди могли зайти и прочитать еще раз эту галерею. конкурс и на работе кто-то прибавляет баллы, кто-то убавляет. Я не скажу, что я убавляю баллы, но я просто стараюсь здраво и объективно оценивать работу. Прибавляю баллы, если я смотрю, что есть какой-то глубокий философский смысл, или работа написана даже, пускай, не профессионалом, но написана душой, мастерски, вот просто бывает просто что-то очень простое, но захватывает. Все правильно, спасибо. Но, друзья, чтобы правильно еще члены жюри судили о ваших работах, вы должны правильно снимать контент, друзья, и описывать. Вот об этом расскажите, потому что иногда присылают такие видео, друзья, но это не то, что просто его не то, что не видно. А потом многие обижаются, как по факту это шикарная работа. А на видео она смотрится отвратительно. Это же все-таки онлайн. Вот расскажите, дайте совет. У меня был какой-то один такой период, когда я была просто в шоке, потому что показывали не картину художники, а почему-то в большей степени они показывали себя. Я понимаю, что это художник. Когда первоначально, я насколько помню, просто художник фотографировался с картиной, и потом была картина. Ну, сейчас наше время. Да, прекрасные видео, но картину саму не видно, ее очень тяжело оценить. Когда она где-то вдалеке или где-то в каких-то красивых веточках, это здорово. Но в конце дайте картинку, чтобы можно было увидеть саму картину, потому что сложно оценивать то, что... Наталья, я прошу прощения, давайте мы с вами сохраним этот эфир, потому что он немножко заканчивается у меня батареей, сейчас мы выйдем с вами еще раз в эфир, попробуем. Хорошо, если не получится, мы встретимся с вами в следующий раз. Спасибо. Спасибо.